Любовь Леонидовне 62 года, по словам Анапчанки, старается идти в ногу со временем. Одноклассники, ватсап, социальные сети, которыми она научилась пользоваться самостоятельно. Однако этого ей показалось мало. На курсах компьютерной грамотности пенсионерка завела профиль на сайте госуслуг. Теперь оплачивает все счета и записывается на прием к врачам только через интернет. Говорит, что теперь больше времени остается на внуков. С ними она, кстати, общается теперь по скайпу. Живут они в других городах. Освоила Любовь Леонидовна графические и текстовые редакторы. Это уже с перспективой найти подработку. Без дела на пенсии она сидеть не привыкла. А опытом, полученным на курсах, готова бесплатно делиться с подругами. Потому что переходим на эту систему. Вот регистрация, особенно регистрация в госуслугах, это очень полезно сейчас для меня. То есть я как-то урывками, не полностью и не конкретно это знала. Теперь я уже в госуслугах и могу оплачивать. Программу обучения компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров запустили в этом году. Раньше сотрудники Центра социального обслуживания помогали пожилым людям освоить современные технологии. Теперь поддержку оказывает Анапский колледж сферы услуг, предоставив компьютерные классы, а также квалифицированного учителя информатики. Это замечательная база. Судя по тому, что наши слушатели сегодня, они, наверное, похвастаются успехами, действительно освоили очень много. А многие здесь сидят, абсолютное большинство тех, которые даже не умели держать мешку. Но несмотря на то, что везде компьютеры. По окончании курса более 20 студентов получили именные сертификаты. Колледж предложил провести дополнительные консультативные занятия. На них пенсионеры смогут закрепить весь усвоенный материал. Курсы компьютерной грамотности решили сделать ежегодными.